Непосвященному человеку может показаться, что это тот же скейт. Да, возможно, внешне. Но технически лонгборд отличается размерами деки и колес, за счет чего разгоняется в разы быстрее и развивает просто невероятную скорость. Одновременно вся эта скорость тебя захватывала, ты хотел на ней кататься, но и одновременно ты ехал на доске и думал, боже, как выжить! Как доехать до места, чтобы остановиться? Так что же такое лонгбординг и как развиваются украинские райдеры, узнаем в сегодняшнем выпуске. Привет, ребята! Йо! Йо! Йо, привет! Как вас зовут, ребята? Что сегодня нам расскажете? Ярик. Дима. И Женя. Мы ребята, которые катаемся на лонгбордах, и сегодня расскажем, что это такое и почему стоит это попробовать. Лонгборд, в первую очередь, это больше доска, чем классический скейтборд. Она более длинная, широкая, подвески тоже более широкие, более стабильные для скорости, потому что в первую очередь лонгборд позиционировал себя как скоростная дека, для того, чтобы съезжать со склонов и ловить от этого большое удовольствие. Конечно, широкие колеса. В целом, все больше, чем у классического скейта для того, чтобы держать большую скорость, развивать ее быстрее и проезжать различные неровности приятнее и кататься просто в удовольствие. Я, наверное, увлекся лонгбордингом где-то 7 лет назад. Случайно увидел видео на Ютубе. Ребята катаются на большой скорости, и это сразу прямо взорвало мой мозг, и захотелось это попробовать, захотелось это найти. В течение жизни мне хотелось кататься на скейте, ну, не совсем на скейте, потому что я попробовал и сильный дискомфорт из-за того, что маленькие колеса хуже проезжают неровности и вовсе нет удовольствия от катания. В течение жизни я занимался спортом, потом уже все перешло в лонгборд, и на самом деле для меня это самое интересное. Можно взять доску и ловить волну везде. Почему лонг? Потому что на нем в разы комфортнее, и с учетом особенно нашего города, что на самом деле сложно передвигаться по нашим тротуарам, асфальтом и т.д., то в основном для меня это раньше было так. Я иду кататься, я на спот иду с доской в руке, прихожу, катаюсь. Мне это надоело, с лонгбордом ты на спот и едешь. У тебя нет такого, что тут ты идешь пешком, тут ты катаешься, тут ты всегда катаешься. И в этом весь кайф. Начал я кататься на лонгборде примерно 6-7 лет назад. До этого я катался на скейтборде, но, грубо говоря, перегорел. Для меня он весьма однонаправленный. Ну, я как-то в нем не реализовался, он мне наскучил. И в результате я отбросил всякие попытки кататься на досках. Ну, а потом меня друг, который подсадил уже на скейт, вытянул покататься вместе с ним и друзьями на лонгах. Я себе собрал крузачок, и вот этот стиль, способ жизни с новым вдохом вот просто вот, скажем так, влетел в меня. И я вот по-новому для себя открыл комьюнити, весь этот способ жизни. И вот с тех пор как-то я уже не могу без досок вот на самом деле. Катать я начал давно, уже лет 12 назад начинал на скейте. Мы выходили на спотик и просто себе прыгали через мусорники, через ступеньки, через всякие такие вещи. Типа так получилось, что я встал, наверное, лет 16-17 на лонгборд. Я такой, вау, это как корабль, это реально как корабль. Ты не чувствуешь всех тех неровностей, твоя скорость не ограничивается 10 километрами в час, и ты можешь ловить 60, можешь ловить 70. Насколько хватает тебе скилла? И с того момента, буквально пару месяцев, и у меня уже был свой первый комплит, я уже не особо становился на скейт. В лонгбординге есть три стиля катания. Первый можно отнести к даунхилу. Это скоростные заезды на холмах, которые действительно могут превышать скорость за 100. Если не ошибаюсь, два года назад парень установил рекорд – то 34 километра в час. Второй стиль – это денсинг, когда ты танцуешь на доске. Есть разные элементы. И третий – это фристайл по скейтбордичному типажу. Различные трюки, чтобы запрыгнуть на обочину, перепрыгнуть какую-то преграду. В самом начале лонгбординга я все же больше увлекся склонами. Начал пробовать, пытаться, развиваться и оттормаживаться на склонах. Ведь без умения оттормаживаться на скорости не покатаешься. И понял, что это достаточно сложно, понял, что нужно доску очень хорошо чувствовать всем своим телом, не только стопами. Потом я уже перешел на денсинг, потому что, когда ты начинаешь танцевать на доске, то действительно больше ее чувствуешь. После дэнса все перешло уже в трюки. И сейчас могу сказать, что во всех стилях катаюсь. Поскольку я со скейта переходил на лонг, то первое, что я пробовал, это по факту трюки. И они давались, на самом деле, очень тяжело. И вот тут лонгборд это то, где он проигрывает, если ты пытаешься повторить скейтовые трюки. Тут это в разы сложнее, и на самом деле компенсируется новыми. Потом меня заинтересовало именно фрирайд, это когда ты едешь и слайдишь на склонах. Без этого у нас вообще никак, потому что нужно хоть как-то тормозить. И это по факту было первое, чему я действительно обучался. Дальше, после пару попыток, вот что меня сильно заинтересовало, это дэнсинг. Потому что по факту дэнсинг, это ты просто выучиваешь комбинации, как ты шагаешь по доске, а дальше это все, это именно танец. То есть то, как ты себя чувствуешь, так ты и передвигаешься на доске. Ты просто комбинируешь всякие движения и стараешься соответствовать такту музыки или что ты там себе придумал. Ты как-то больше отдаешься именно вот этой, скажем так, каточке. Ну, она, так знаете, просто и приятненько. То есть когда тебе скучно, вот ты подэнсил, и ты как-то аж сам себя зарядил. Трюки, это когда ты такой, так, сейчас я как развалю, ох, я сейчас тут туда, не знаю, туда запрыгнул. Тут нужно именно собираться и концентрироваться серьезно. А дэнсинг, это так, это релакс. И вот мне он понравился. Если смотреть на скейтуху, то это просто фристайл, грубо говоря, трючки. На лонге так же начинал с трюков, но затем перешел больше в слайды. Это фрирайд. И это прикольно, когда ты валишь 40-50 км в час. Видишь машину, видишь людей, и ты себе просто вальнул стендап, стоящий слайд, затормозил. Я в основном по фрирайду, также даунхил, но выше 73 или 76 км я не разгонялся. На самом деле, даунхильщики валят 100, 120, 130. В Украине есть одна лонгборд-школа. Ее основателями были райдеры из Киева. И сейчас она поддерживается именно киевскими райдерами. Мы стараемся проводить занятия в разных местах, чтобы показать людям, где есть прекрасные холмы. Возможно, даже без машин. Где есть хорошие участки, на которых можно потанцевать. Где есть хорошая плитка, чтобы попрыгать. Сейчас есть одна лонгборд-школа, и она так и называется. Лонгборд-скул Киев. Я, когда встал на доску, начал кататься, я нашел украинский магазин, в котором приобрел и доску, и комплектующие, полностью все. Когда я ее купил, я познакомился с Олегом. Сначала мне показалось, что это такой дилер просто. Парень, который привозит и зарабатывает на этом. Но на второй-третий день своего катания я встретил их на Олимпийской и очень удивился тому, что они катаются. Они к тому времени уже танцевали, катались на склоне. Мне, конечно, хотелось равняться на них, потому что я видел, насколько это красиво. Могу сказать, свое развитие я начал сам, потому что тогда было очень мало райдеров. Я просто выезжал по городу кататься, и некоторые местные преграды уже мне давали понять, чему мне нужно научиться. Например, запрыгнуть на обочину. Честно говоря, я даже понятия не имел, как запрыгнуть, и, конечно, это все искал в каких-то сетях. Наверное, все, что я выучил, я выучил, просматривая YouTube. Ставя на стоп и рассматривая, как же это он сделал. Надо запомнить. Все, встаю с кровати и пытаюсь. Как же это сделать все? Завтра иду на склон и пробую. Все через свои ошибки и благодаря моему желанию. В плане обучения у меня база, потому что я до этого катался на скейте. Но на самом деле, когда ты начинаешь кататься на лонборде, ты понимаешь, что тут все не так просто, и ты должен куда больше взаимодействовать со своим телом в первую очередь. Научился просто опытом практикой, чисто постоянно катаясь, понимая там свои ошибки. Я не сказал бы, что сильно учился ездить, я уже катался на скейте. Единственное, что на скейте нет такого понятия, как карвы. Это такие повороты. Ты можешь съезжать со спуска, ты не тормозишь ногой, ты можешь просто дугой ехать. Это уже надо было учиться делать на лонге, потому что это азы слайдов. Сначала идут карвы, а потом уже идут слайды. Если говорить о скейтбординге, то это every day. Утром встал, взял доску, пошел, 8 часов откатал, и так вот ты катаешь. На лонге так же. У нас нет такого график тренировок, просто желание, мы начинаем это делать. Именно первое, что достаточно сложно психологически может давить на тебя, это холмы. Потому что у лонгборда большие колеса, у него очень большое сцепление с асфальтом, и он очень быстро набирает скорость. Даже иногда ты становишься на склон, смотришь, кажется, что он достаточно плоский, но ты развиваешь очень стремительную скорость, и изначально сложнее всего было то, как затормозить, как остановиться. И одновременно вся эта скорость тебя захватывала. Ты хотела не кататься, но и одновременно ты ехал на доске и думал, боже, как выжить, как доехать до места, чтобы остановиться. И вот, наверное, самое сложное было именно это. Первая сложность, с которой я столкнулся на лонгборде, это по факту скорость. Потому что колеса больше, хода набираются быстрее. В скейте, на самом деле, на всех досках основной способ торможения, это, скажем так, ногой об асфальт. Просто стираете подошву, эффективно, просто, классно. Но минус, у вас нет обуви. Это надоедает, и вы начинаете изучать какие-то всякие приемы, и тут начинается сложность. Потому что вам нужно придумать всякие методы, как тормозить, как контролировать скорость. В Украине, на самом деле, довольно много соревнований проводится. По большей части, все в Киеве, Киевской области. Есть слайджем, который направлен на скорость. Также мунрейс. Это даунхилл-гонка, которая проводится за городом. Также фристайл-соревнования и дэнс-соревнования. Я принимаю участие в каждом соревновании, потому что это всегда невероятно весело, и на каждом соревновании ты всегда поднимаешь свой уровень. И приятно принимать участие, приятно болеть за всех и поддерживать всех. Мне кажется, что украинские соревнования одни из самых интересных и особенных, потому что комьюнити у нас достаточно семейное. И за счет этого и хочется принимать участие. Я участвую в соревнованиях, и основные причины для этого это то, что, во-первых, вы развиваетесь во время соревнований. Вы всегда пытаетесь перепрыгнуть свою планку, выложиться на вот все там 300, и вот вы падаете, ломаетесь. Если вы ни разу не упали за соревнования, то вы зря пришли на самом деле. У нас есть ежегодное соревнование, это слайд-джем, это по фрирайду, по слайдам. Там есть разные номинации. Хиллсайд, тойсайд и фрирайд. Это слайды в разную сторону. Я больше специализируюсь на тойсайде, его мало кто делает в Украине, и стараюсь все время брать первые места. Существует у вас какое-то комьюнити, общаетесь, между собой связь поддерживаете? Да, у нас здоровая семья, около 200 человек. Это огромная движуха. Со спортсменами за рубежом как-то связь поддерживаете? Следите, может быть, за развитием там? Следим, поддерживаем. Вообще стараемся на самом деле равняться на них. Также общаемся с некоторыми прорайдерами и стараемся перенимать их опыт для развития нашего собственного комьюнити. Как будет дальше развиваться в Украине, как думаешь? Я думаю, еще достаточно стрим. Я думаю, что довольно быстро, потому что с развитием этого года мне кажется, что в следующем будет огромный бум и все будет развиваться дальше и дальше. Что ж, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Надеемся, катнем как-то вместе. И следите за обновлениями. Дальше лучше. Па-а!